Приветствую, дорогие читатели! С вами первый российский конный онлайн-журнал «Эквилайф.ру» и его создатель, главный редактор Виктория Борисова. Сейчас хочу представить вам маленькую запись, которую я не смогла не сделать. Сразу скажу, что запись сначала не планировалась для публикации в журнале, то есть сделана она очень любительским образом, но с другой стороны мне показалось, что это будет вам интересно. И это запись о коллекции лошадок фирмы Бреер, коллекционные лошади фирмы Бреер разных размеров. Достаточно большая коллекция, может быть, одна из самых больших в России. Если ваша коллекция больше, снимайте видео, пишите, обязательно мы ее покажем. И эта коллекция принадлежит моей хорошей подруге Виктории Модиной, может быть, кто-то из вас ее знает лично. Но давайте не будем затягивать. И если кому-то эта тема интересна, тема коллекционных лошадей, то, пожалуйста, прошу вас в это видео. Мы с вами присутствуем на рассматривании уникальной коллекции лошадок от фирмы Бреер. И здесь представлены... Сколько видов у тебя здесь их? Ты считала их? Около 60. 60 лошадей. Все эти молды уникальны. То есть ни одна лошадка не похожа на другую. Мы сейчас рассматриваем. Я просто не смогла не заснять это. Потому что я думаю, что это одна из самых больших коллекций в России. Меня, конечно, тяжеловодики сразу привлекли. Но одна из самых редких и последних лошадей это вот эта. Потому что она выставочная. Она из последнего Бреер Феста. С последнего праздника. Они делают каждому празднику релиз специальных моделей. Вот это одна из них. Ее можно было купить только на Бреер Фесте. И дальше только срок в имитированный выпуск. Есть еще, да? Да, сейчас я найду ее. Вот она. Вот этот. Я даже не знаю. Подозреваю, что это андалузик. Похож, кстати, да. Вот он. Это тоже алимитированный с Бреер Феста. Бреер Фест написан на 2021. А, это вот с этого года? Да, да. Только-только пришли вот эти двои. Посмотрите, какая красота. Здесь Наполеона не хватает. Там, ну не знаю, я их пыталась сгруппировать по порогам. Это типа чистокровки. Слушай, а там где жеребята, они же жеребята, они сразу продаются? Так, обалдыш, жеребянка. Сейчас теперь обалдыш. То есть, если кормить, когда минуту он вырастет? Нет. Какие рабы, обалдыши. Классно, что они именно в моменте движения, да? Да. А это вот мышцы. Валентина с жеребянком. А порода? Подозреваю, что это чистокровка. А у них не написано на коробке? Когда как? Самое первое, это вот это. Это, наверное, лепецан? Нет? Нет, это все арабы. А, это арабы. Смотри, как она сделана. Она сделана. Слушай, ну она такая прям... Она прям вот только что родила. Только я хотела сказать, да, что она уже такая сильно рожавшая. Вот это кобыла. Кобыла только что родила. Вот она только родила. И вот он встает на ножки. И она на него смотрит. Обалдеть. Вот. Вот этот потрясающий один из первых у меня. Да, вот этого я помню очень хорошо. Вот это самый первый. У меня уже, наверное, лет 20. Слушай, а фризы есть? 26. Потому что я вижу внизу, это шаер. Я сейчас пытаюсь до низа доползти. Вот здесь вот. Да, это тинкер на зерне. У них есть. А шаер должен быть выше. Слушай, они же собираются в пропорциях? По-разному. Это тинкер потрясающий. Слушай, он балдеть. Он подыграл прям. Совершенно потрясающе. Они делают на этом молде очень много единорогов. Они делают на нем. Он абсолютно фантастический. Такой он прям очень экспрессивный. Прям развивается, да. Шаер у них вот на тинкер. У них вот на этом молде. Фриз? Да. А, просто ты его белым сделала? Просто я его купила белым, да. А у них есть фриз такой. Но это такой облегченный фриз. Они же бывают тяжелее. Да. Но вот это вот. На самом деле, прям фриз-фриз. Я его подарила Стелли. Вот. В смысле такого же черного? Да. У меня он был. Если смотришь это видео, у тебя привет. Да. И купила себе вот такого белого. Супер. Он фантастический, да. Такой получился тинкер. Вот. У них есть лошади. Ну, еще одна. То есть, это тоже психоз. Нет, это шаер. А шаер должен быть выше. То есть, они получаются в этом плане пропорции. Но считай, что он гигантский. Просто представь, что он гигантский. Нет, это шаер. Это прям шаер шаер. Он, конечно, с бородой, с щетками, с глиной гривой. Вот. Это я даже не знаю, что за... Мужа полоза какая. Это не полоза. Это не полоза. Это какой-то тяжелогос. Но я не знаю, какой. Зовут его Конг. То есть, это какой-то конкретный конь. Надо посмотреть, какой он породы. Они делают лошадей, портреты. Портреты лошадей. Вот это, угадайте, кто? Татилос. Да. Это Татилос. Ну, тут сложно не угадать. Татилос. Это угадай, кто? Слушай, а вот тут не угадаю. Это Валлегра. А, ну, конечно. Да-да-да-да-да. Вот. Это Мистраль. Я его не знаю. Но я думаю, что это тоже какой-то суперизвестный конь. Известный конь, да. Известный конь. Вот это трое воистковых. Известный конь очень, да. Здесь всякие местные породы и поняшки. Вот всякие Канемара пони. Это Мустанг. Это перуанский пасло. Это, забыл, как называется, Rocky Mountain. Это тоже перуанский пасло. Это скаковые, наверное. Это же для чистокровки. Это победитель. Это Сигар. Это один из тех, кто выиграл тройную корону. Это Смарти Джонс, тот, кто почти выиграл тройную корону. Это Харли Дизип. А это Рафиан. Это кобыла австралийская, очень известная, которая сломала ногу на скаковой дорожке. Это такая прям легенда скаковая. Вот. Это андалузы. Вот андалузы. Ну, вот это вот просто серые, вот просто шикарные. Я говорю, ну, бриллионы не хватает. Коба Анидура, это самая дорогая и редкая модель у Брейера вообще. Потому что мы с тобой начали с того, что они... Самый красивый, по-моему. Это Альбороза. Мне кажется, они его с этой картины Наполеона прям писали. А, дело в том, что, как ты знаешь, как я тебе сказала, они берут молды и перекрашивают их. А, тут есть ещё какой-то. Они сделали этот молд, 6 тысяч копий, и разрушили молд. А, то есть теперь за ним люди гоняются. Да, за ним люди гоняются. Он 2008 года, тоже про Airfest. И они единственный раз намеренно разрушили молд. То есть его нельзя повторить. Слушай, ну он один из самых красивых. Ну, он очень... и он дорогой, то есть... Слушай, а сколько такие лошади вообще стоят? Ну, так, год до. Они очень по-разному. Ну, в целом они недорогие. Это же пластик. Они реально недорогие. Они стоят около от... Ну, примерно около 40-50 долларов. Всякие вот модели лимитированные, типа... Те, которые на фестивале выпускают, они стоят... Ну, там, может, около 70 долларов. То есть ещё... Альборозе сейчас есть одно объявление в Питере. Он продаётся за 45 тысяч рублей. Уже сейчас. Вот. Ну, вообще, это такое прям объявление. Мне кажется, его очень быстро купят. Потому что, в принципе, их в мире всего 6 тысяч. И их нельзя повторить. Для коллекционеров вот он самый ценный. Это тоже победитель тройной короны, Сиэтл Слу. Вот секретариата у меня нет. Наверное, надо его купить. Это такой самоизвестный. В Америке есть скачки тройной короны, где одна и та же лошадь должна трёхлетней выиграть. Дерби, Беллмон Стейк, Стейкс и Пристон Стейкс. И редко одна и та же лошадь выигрывает все три. И у них 30 лет, что ли, не было победителя. Вот этот чувак за 30 лет первый приблизился с Марти Джонс. Он выиграл первые две скачки. Но третий продул. Вот. А какая у тебя здесь любимая лошадь? Вот эта. Это самый первый, Сигр. Он прям классный. А ты начала случайно их ведь покупать? Я поехала в Америку, когда мне было 11 лет. Пошла в магазин игрушек гигантский в 11 лет. Очень длинная. Были 90-е годы. И в общем, тогда я прям обалдела от вот этих вот. Там были лошади для Барби. А мы снизу, подожди, мы внизу. Не смотрели, да. Да, вы посмотрите. И я обалдела от них. Вот эти вот ребята, да, и сразу восхватили. Вот это в Аполузике всякие разные. А вот там вверху, вот самый верхний вот с клеймом. А, это араб, но неудачный молд, на мой взгляд. Мне нравится, он грубо сделан. Видно, насколько он не полезен за ним. Но видно, насколько он более грубый, чем, например, вот этот. Это просто не уместился больше никуда, поэтому я его там оставил. Ну вот эти очень классные, там всякие Аполузики. Да, да, да. Вот этот молд очень тоже один из первых у меня. И вот этот очень удачный, тоже он очень веселенький. Но видно, насколько разные скульпторы. Вот эти прям прорабатывают. Вот только я хотела сказать, что есть очень разное качество лошади. Это разные скульпторы. Они не могут быть просто, грубо говоря, одной цены. Они одной цены. И это разные скульпторы. Просто кто-то делает их мягкими, а кто-то прорабатывает вот так грубо мышцы. Но все равно эти и другие молды. Я собираю те, которые мне нравятся. На самом деле молдов намного, намного больше. Раз, несколько. Но очень много стоячих, но они не интересны. У меня есть парочка. Вот, например, вот этот. Он прекрасен сам по себе. Зоотехнические стойки, я бы сказала. Сколько у тебя, да, может быть таких вот зоотехнических стойок. Ну, как бы он хорошенький. Да, не есть никогда они замерли в движении в каком-то конкретном. Да, и главное, вот как они их балансируют. Вот, например, вот этот один из последних. Это конкорные, да? Вот эти три конкорных, да. Вот как он сбалансирован на вот этой стоечке. Какой брыжок. Какой брыжок. Совершенно. Вот. Или вот этот на одном копыте. Сбалансированный. Очень классный. Памятник Евгении там тоже есть. Вот это один из последних. Его зовут Кэтчмир. Тоже конкорный конь. Очень симпатичный. Ну и вот это. На коробке написана короткая история. То есть, что это за рушить. Да, но я не сохраняю коробку. Вот мне из молдов очень нравится вот такая кобыла, которая действительно очень необычная. Которая родила только что. Ну и, конечно. Цель бороза, да. Так, ой, а тут прям тоже куда-то расписаны. Вот это вот всякие упряженные. Вот это очень удачный молд. Я его для себя внезапно открыла. Он прям бросится в какой-то хорошенький экипаж. О, да. Их много разных. То есть, вот этот прям, посмотрите, как и сделан с яблоками. Яблоки волшебные просто. Вот. Это ирландский тяжеловоз. Он прям, да, такой весь из себя ирландский. И тяжеловоз. Это тоже даже не помню, кто он, наверное, да. Ну, кватерхоз, понятно. Очень много кватерхозов они, естественно, делают. Потому что это американская фирма, да. Да, они ориентируются на американский рынок, в первую очередь. В принципе, все равно. Вот это же американский рынок. Это спирит. Да, 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 вот спирит. Естественно, они делают. Ну, да, такой он выглядит мультяшным. Ну, это один из последних. Любимый конь моей дочери. Ух ты. Вот. А вот этот конь? Английский? Нет, это все американские. Это у них в традициях заплетают гривы. Не сделали вот этого какого-нибудь Оствинда или там черного. А, потому что это немецкий фильм, а я не плевать на Европу. Вот это еще Андалуза, Лепетсана и Лузитана. Вот это один из самых удачных молдов тоже, на мой взгляд. Это Андалуз такой шикарный. У него глаза прям сводят, какое лицо. Обалдеть. Веночки на морде. Мне кажется, они отличаются фантастической детализацией. И хвост какой чудесный. Ну и всякие, да, характеристики. Слушай, а в самом низу вот Кит, это же другая фирма, да или нет? Нет, это просто поняшки. Вот это вот, ну такой забавненький, на мой взгляд, но милый. Он тоже Брейер, да. Он просто более старый молд, но в принципе тоже удачник. Тоже на сколько разные художники. Вот, а это поняшки. То есть вот это Хакне. То есть здесь у них масштаб выдержан. Да, Шайры они не выдержали, а здесь. Да. Нет, ну просто Шайры, ну как бы я не могу. Слушай, а черненькие. И это вообще, это лошадь английской королевы. Карлтонима Эмма ее зовут. Это Фелл Пони называется. И это прям вот конкретно та лошадь, на которой ездит английская королева. Которую мы видим на фотографиях периодически. Да. Да, вот она на ней ездит. Это вот кобыла. Здесь видно, что это кобыла. Фелл Бит. И это она, да. Очень красивая. Хорошенькая такая пони. Вот это пони. Это уэльский пони. Это прям маленькая лошадка. Тоже мошадка. Тоже мошадка. Прям узнала. Да. Это шотландский пони с жеребенком кобыла. Ну, правда, это мордох какая-то кривая. Отлично. Мне очень нравится. Она уже с ней милая. И она прям, вот она шерстенная. Она шерстенная, да. Ух ты. И арабов мы с тобой обошли. Арабов совершенно чудесные. Их много, они их делают много. Арабская короба очень популярная в США. И здесь вот такие кобылы красивые. Такие прям все. Очень нежные. Серебряные, которые светятся прямо у глаза, сразу бросаются. Это конь, который является талисманом одной из команд американского футбола. Здесь он на них все бросается. Очень красиво. Арабский конь. Вот. Это тоже кобыла. Такой хвост. Часто у них. Да. Ну, тем не менее. Это конкретная лошадь. И вот это вот, я с тобой начала рассказывать. Вот эта погодная девочка. И мне пришлось отдавать реставратору, потому что у этого молда проблемы. Погодная. Да. Они сделали три лошади. Одну соловую. Это была солнечная погода. Это типа, они так и называются, это облачность и есть, какой-то еще есть, а, и есть Сторм. Это такая темно-серая, типа Шторм. Вот. Ну вот, они были вот три коллекционные. И ты покупаешь, ты не знаешь, какую ты получишь. А, то есть там закрытая коробка, что ли? Ух ты. Рандомные. И у них проблема была в том, что они не стояли. Мне пришлось отдавать реставратору. Им феном разогревают ноги, феном или в кипяток, и раздвигают ноги так, чтобы они становились устойчивыми. Потому что она вот не стояла и падала на бок. Постоянно от этого у нее еще отбилось ухо. То есть еще и ухо реставрировали. Ну, теперь стоит. Ну, вот так. Подожди, я сейчас же еще несколько есть. Просто они на эти полки не помещаются. А, они отдельно? Я сейчас посмотрю. Так, и мы еще досматриваем те, которые стоят на дыбах, и они не влезли в полку просто. Да, но вместе они не будут с вашего. Ух ты. Они балансируют лошадей на дыбах, на хвостах. Как многие памятники делают. Да, горы на две ноги и хвост. Вот это пикассо. Потрясающе живут. Вот это конь, который сделан под дерево. То есть он покрашен под дерево. И я пока не поняла, нравится он мне или нет. Может быть, я его хочу продать и купить. На этом же молдте очень много покрашенных, более традиционной масти. Вот это один из самых необычных молдов. Очень классно сбалансирован на двух ногах. Ну, за счет подставки. Да, это кобыла, которая участвует в скачках клеерным листом. Это женские соревнования, традиционные американские. То есть она должна очень быстро бежать, очень быстро поворачивать. Это четвертьменная тоже лошадь. Вот. Ну и два очень красивых, просто потрясающе сбалансированных коня. Тут совершенно как, про почти как вместе играют. Да, можно их так вот поставить. А это тоже стейблмейт. Во-первых, это единорог. Во-вторых, они сделали прозрачные, продают прозрачные краски к нему. Он называется suncatcher. То есть, тот, кто ловит солнце. Ловящий солнце. Слушай, это здорово. Но самое прикольное, если вы узнали, это молд альбороза. Они уничтожили большой молд и не имеют права его повторять. Ну, потому что они уже заявили, что он неповторим. Но они теперь отрываются и делают маленьких альборозов. Вот. И прямо их сметают тоже. Ну да, один из самых удачных молдов. Да. И так вот выглядит упаковка от этих вот suncatcher, которые ловят солнце. То есть, прозрачная лошадка и к ней прозрачные краски. И ты сам делаешь ее. То есть, если она подоконник поставить, она будет такая прям... Да, сверкать на солнышке. Ух ты. Класс. Вот. Это размер называется tradition. Трелисоны 1 к 9. И другие производители подстраиваются под этот размер. И вот он, типа, вот примерно такой и есть. Есть еще размер classic. То есть, это 1 к 12. Вот я как раз хотела спросить, потому что я видела вот таких вот, в том числе, маленьких. Я хотела спросить, они неправильные, что ли? Да. А есть еще stable нет. Какие? А совсем маленькие, да? Маленькие. А больше этих есть размеров? Нет. Больше нет. Ну, то есть, если уже какие-то частные... Я не видела никаких фирм, которые делали в коллекционных моделях. Есть, наверное, просто частные структуры, которые, ну, естественно, делают того размера, который им захочется. Размер stable made, это вот такого размера лошадки. Ух ты, шеешь. Ну, они не менее детализированные. И здесь они на брейер придумали продавать отдельно белую лошадку, и к ней краски. И кисточку. И ты хочешь, Маша, раскрасить? Мы взяли свои собственные акриловые краски и сделали вот такого. Вот. Слушай. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.